Вячеслав Гулебов Итак, я обещал, что мы сегодня будем исполнять те вещи, которые мы работали когда-то вместе с Георгием Вероняном И вот одна из таких вещей, скажем так, он не играл ее с нами Он ее с нами репетировал Но, тем не менее, называется она очень просто, мол, больше И, дорогие друзья, споет ее для вас Народный артист Республики Мордовия Сергей Семенов Добрый вечер, дорогие друзья Концерт, посвященный памяти выдающегося советского российского музыканта Игоря Горгием Вероняна Мы продолжаем песню ему, как сказал Александр И вообще сегодня тематика нашего концерта Подполагалась таким образом, что все произведения, которые звучали, большинство из них Или игрались, или были анализированы при участии, репетировались при участии замечательного человека И именно с глубоким уважением и изданием памяти Говори спасибо, что вы были рядом с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Сергей Сергею Дубровскому! Сергей Семенов! руководителем, или, как он любил себя называть, вернее, просил себя называть главным консультантом фестиваля Вейса Джаза. То есть у нас появилось много-много классных друзей, музыкантов, и не только музыкантов, музыковедов и так далее. И вот один из таких наших больших друзей, в нашем кругу мы его называем наш джазовый архивариус. А вы знаете, в 2007 году вышло, даже буклетом, а не поворачивайте язык это назвать, а это действительно книга о пяти годах нашего фестиваля. И автором этой книги является Виктор Махаев. Дорогие друзья, сам он не смог присутствовать, но он ведь сделал послание. Дорогие друзья, внимание на экран. Горанян. Георгий Арамович Горанян. Легенда советского джаза, всей советской культуры второй половины XX века. Конечно, его хорошо уже знали в 60-е годы, но подлинно популярность Гораняна пришла в 1973 году, когда он организовал Александр Мелодия и записал диск с таким довольно непредиздательным названием в старых видах. Я помню, как в 70-е годы в магазине Мелодия я купил эту пластинку с еще не защитникой. Лейблом. Я знал, конечно, такого музыканта, но какая феерическая музыка прозвучала с этой пластинки. Тут надо сказать, что в начале 70-х годов продвинута молодежь, школьники, студенты советскую эстраду не слушали. Они ее презирали, а мы слушали Битлз, Битлз и еще раз Битлз. И вот в 1973 году, услышав эту музыку Гораняна, эти мелодии 30-х годов советских композиторов, мы пришли к выводу, что это прекрасная музыка. Мы полюбили ее с тех пор раз и навсегда. Это были композиции Дунаевского, Орламова, Сфасмана. Одна песенка Орламова замечательная. Но как это было сыграно? Конечно, были взяты тренажировки 30-х годов, но какой сочный звук, какая сыгранность коллектива, какие безбречные соло. Это было потрясающе. Такой был Горанян в 1973 году. Через пару лет он выпустил еще эту пластинку, совершенно другую. Это были не трехминутные композиции, это были серьезные произведения, было четыре на пластинке, названия никакого не было, по-моему, мы назвали ее «Ленкарань». Это был современный джаз-рок. Мы поняли, что Горанян – это музыкант громадного диапазона. Он может исполнять традиционную музыку, может исполнять очень резкую такую современную музыку с какими-то рок-ритмами, с электронными звучаниями. Кстати, там мы услышали электронное звучание саксофона. Вот такой многогранный был Горанян в 70-е годы. Итак, мы узнали это замечательное имя. Конечно, Георгий Горанян был аристократ. Но какой аристократ? Внешне, по одежде, как он выходил к публике, как он обращался с оркестром, конечно, это был безупречный джентльмен-аристократ. Но интересно другое. Он ведь был аристократом, который умел развлекать публику. Я помню, как был концерт в Саранске. Публика бежала в 80-х годах, который уже в 60-е годы. Почти все были самоучками. Сегодня другое время. Сегодня даже молодой музыкант джазовый имеет очень высокую квалификацию. Это виртуозы, которые могут исполнить все. Но! А где же харизма Гораняна? Они не могут так же красиво выйти на сцену, как Гораняна. Ну и, конечно, как организатор фестиваля, фестивальная жизнь в России, он был просто непревзойденный. Ведь именно он создал наш в Саранске. Именно он заложил ту замечательную модель такого громадного, международного, культурного мероприятия, ежегодного. Это три дня прекрасной музыки. Всегда большой оркестр, что очень дорого. В современной жизни содержать большой оркестр, возить большой оркестр. На каждом фестивале был биг-бенд. На каждом фестивале была звезда или из Америки, или из Европы. Это тоже очень дорого. В почти на каждом фестивале был гость из финно-угорского региона России. Или из финно-угорской страны. Венгрии, Эстонии, Финляндии. Так было почти всегда. И в почти на каждом фестивале выступал какой-то молодежный, детский, студенческий, сейчас оркестр. Это было прекрасно, когда дети наравне с Маэсом, какими-то великими музыкантами выступали на одной сцене. Это было нечто невообразимое. Вот такой фестиваль заложил Георгий Арамович Горанян. Человек-легенда нашего джаза, нашей культуры. Конечно, мы всегда будем благодарны этому замечательному человеку. Навсегда останется с нами звук его саксофона. Золотой звук саксофона Георгия Горанян. Аплодисменты. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 В Казахстан! Добро пожаловать 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 в Казахстан! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 Если смотрит высоко, спрячу слезы глупота. Если в небе остался мой ночной земной покой, звезд тревожки нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас прозвучит инструментальная композиция. Дело в том, что это одна из его любимых тем, на самом деле, была. Но Саранский, если не изменяет память, он никогда ее не играл, не было такой возможности. Так вот, мы сейчас хотим компенсировать и вроде как в память о нем сыграть одну из его любимых тем. Прозвучит пьеса, которая называется «It's alright with me» Со мной все в порядке.